Интерсберком подсчитал почти все протоколы и бюллетени. Владимир Путин выиграл выборы в первом туре с результатом 63,6% голосов. Второй тур выборов из всех регионов мог бы состояться только в Москве. Премьера набрала в столице 48%. Во втором туре ему пришлось бы сразиться с Михаилом Прохоровым, который набрал 20%. Также, как и на парламентских выборах, основная часть информации о предполагаемых нарушениях и фальсификациях поступала всю минувшую ночь именно из Москвы. Возможно, потому что здесь работало большинство наблюдателей из почти 700 тысяч волонтеров, которые следили за выборами в России. Многие из тех, кто наблюдал за выборами в участковых избирательных комиссиях, не закончили свой рабочий день после подсчета. Главным отличием от парламентских стало то, что члены комиссии и наблюдатели в этот раз приехали в территориальные избирательные комиссии, чтобы лично убедиться, данные их протоколов и данные, которые попали в ГАЗ, выборы совпадают. Поэтому многие уехали из ТИКов только сегодня, поздним утром. Такая тактика была выбрана главным образом из-за ситуации, которая сложилась после парламентских выборов. Тогда наблюдатели и члены комиссии получали на руки копии протоколов, уезжали домой, а утром видели, что по их участку Центр избирком дает совсем другие цифры. И пока доказать в суде, что данные протоколов были переписаны, никому не удалось. Суды либо отказываются принимать жалобы к рассмотрению, либо выносят решение в пользу избиркомов, считая копию протокола на руках наблюдателей недействительной. Как прошла сегодняшняя ночь у тех, кто до последней цифры оставался в территориальных избирательных участках, обсудим с непосредственными участниками ночи после выборов. С нами за столом сегодня Виктория Ивлева, фотограф, и Илья Калмановский, журналист. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, Виктория, давайте с вас начнем? Давайте. Ladies first. Как прошла у вас эта ночь? Что запомнилось больше всего? Чего порадовало? Чего, наоборот, огорчило? Знаете, даже не знаю, что сказать, потому что я просто себя переполнил совершенно. Мне кажется, прошла не ночь, а жизнь. А вы впервые были наблюдателями? Я была первый раз, да, я собиралась пойти в декабре, и как-то, надо сказать, так к этому халатно отнеслась. Вот мне стыдно, потому что это... А сейчас я отнеслась как надо. Вот, я сходила на лекции, я распечатала кучу материалов, и я пришла туда, у меня в руках вот такой талмуд был. Там законы, маконы, голос. Какой участок был? У меня был 55-й участок, Красносельский район, это в центре, на Сретенке, в там, переулочке. И так? Вот. И, пожалуй, мое самое основное вот такое ощущение, вы знаете, у меня совершенно нет никакого разочарования, потому что, ну, я реально смотрю на вещи, я понимала, что в той стране, в которой я сейчас живу, победит Владимир Владимирович Путин. Но мне хотелось бы, чтобы он победил меня, честно, и мне подобных, да? Мне хотелось бы, чтобы это было честно. И я знаю, что мы на своем участке сделали абсолютно все, что мы могли. Вот на тот момент, как мы вошли, до того момента, как мы оттуда выползли в без 10-9 утра, то есть это было больше суток, потому что мы пришли в 20 минут 8-го, да? Вот. Я думаю, мы сделали все возможное. У нас получилось 42% Путин, 19% Прохоров. Мы добили нашего председателя просто полностью. В конце он сказал, а, сказал он, делайте, что хотите. Там, все. Что значит делать, что хотите? Ну, как бы там, мы сказали, это, понимаете, что? Вот замечательная Голосовская, это Мелкумяновская, Белкоянцевская, Высурковская пропаганда, значит, у нас это было несколько в другом виде. У нас это звучало так, Вы нарушаете федеральный закон, Вы нарушаете федеральный закон. А нарушали? Конечно, нарушали, иначе бы мы не говорили, потому что мы-то знаем законы, они работают... Может, они по незнанию? Нет, они работают, как бы это сказать, это не надо сказать прецедентным правом, потому что это не право. Они работают, потому что Иван Иванович 25 лет назад так делал, и им рассказал. И зачем вот какие-то бумажки, зачем это нужно? А если бы Вы не говорили все время вот эту фразу, другой бы был результат? Вы знаете, что вот это то, о чем мы много разговаривали между собой. Мы же не знаем, что было бы, если бы нас не было. Ну, мы же не можем, я не могу сказать. А Вы не можете предположить, что вот Вас нету, и они делают так, как... Я не знаю, что было бы, я не знаю, что было бы, я не знаю, что было бы при подсчете, я не знаю, показывать бы вот так вот Зюганов, Путин, Прохоров, или бы они между собой все это бы рассортировали. Я не знаю, как делалось, я знаю, что когда мы были там, там делалось так, как требует закон. Мы не отступили от закона ни на один шаг, понимаете, хотя меня обзывали, мне говорили, что что вы сюда приперлись, вас здесь не ждали. Я буду членом комиссии с правом совмещательного голоса, понимаете, то есть я одна из них. Мне говорили, отойдите, женщина, вы мешаете работать. Когда я пыталась посмотреть, соответствует ли прописка в паспорте тому, что там записывают, да. Я говорю, отойдите, женщина. Вы видите, граждане, я не могу вас записывать, потому что эта женщина мне мешает. Товарищи, я такой же, как вы, член комиссии, я вам не могу мешать. Избиратели-то ведь этого не знают, кто я. Они говорят, о, это же персональные данные, не записывайте мои персональные данные. Я член комиссии. Тут же подбегают представители, говорят, хотите написать жалобу на эту женщину? На меня пишут жалобу. Понимаете, это было такое... Много вы собрали жалоб за эту ночь? Нет, они на меня написали одну, а мы написали на них две. Потому что мы вот провели очень большую работу, я должна сказать. У нас не было вот 10 тысяч рабочих, которые приехали по открепительному, да. Ну, я достала список людей, которые должны были голосовать по этому дополнительному списку. Я достала список, я заставила мне этот список отксерокопировать. Вы нарушаете федеральный закон. Я заставила его дать мне все документы, которые должны быть вместе с этим списком. Разрешение от работодателя, письмо от работодателя и письмо от гражданина. И, значит, там известно, что это должен быть цикл предприятия с непрерывным циклом. Значит, человек пишет, я Иванов Иван Иванович, или там Серуша, не знаю кто, неважно. Прошу разрешить голосовать на этом участке, потому что я работаю в ЦАО. Ну, мы все работаем в ЦАО, то есть эти бумаги, они не должны были допускать. А территориальная комиссия это пропустила. Но, к сожалению, на самом деле это, конечно, не единственные были нарушения. Давайте узнаем, что происходило еще на другом участке, Илья Калмановский. У нас все было совсем мирно и чисто. Какой участок? Это Можайское шоссе, то, что было лет 20 назад такой рабочей окраиной, но сейчас превратилось в такой очень смешанный район. И поэтому на моем участке есть пара домов, где очень обеспеченная публика, и несколько настоящих таких трущобных домов. Я был член комиссии справа решающего голоса, я сидел за столом и выдавал людям бюллетени. И я с перепугу позвал с собой троих друзей, двое из них были с совещательным голосом, один наблюдатель. А там мы обнаружили еще несколько человек от Росвыборов. У нас было, наверное, человек восемь в итоге независимых. Все это было немножко из пушки по воробьям, потому что комиссия была исключительно добронамеренная. Это было, в общем, понятно с самого начала. Но вот тут интересная была поднята тема про то, если делать все очень строго по книге, по закону, то в ситуации, когда нет желания фальсифицировать у комиссии, это выглядит невероятным занудством и дико осложняет ее работу. Это страшно тяжелая работа. Надо очень много всего перелопать и много всего сделать. И закон очень въедлив. И этот ритуал, это очень сложная процедура, нацелена действительно на то, чтобы не давать лазеек для фальсификации. Если ты заставишь фальсификатора делать все вот так, это будет страшный стресс для него. Ему будет реально очень тяжело что-нибудь делать не так. Ну, мы чувствуем себя немножко, так сказать, ну, слишком суровыми. А вы шли на уступки, поняв, что все в порядке. И увидев уже, мы немножко расслаблялись там. Это дико длинная процедура, эти подсчет голосов. Мы на что-то закрывали глаза, что-то где-то мы вели себя мягче. Ну, что просто не портит людям жизнь. А какие у вас результаты? Ровно такие же. То же самое. Илья, а вы на предыдущих, на парламентских выборах тоже работали? Нет, я в последний раз работал 12 лет назад на первых выборах, где выиграл «Единая Россия», когда Путин был еще премьером. Я не знал названия этой партии, когда я пришел на выбор. У меня не было телевизора, я был довольно аполитичным. У меня была чисто гражданская такая позиция. Я был наблюдателем от яблока. Но вот тогда впервые столкнулся с тем, что ты приходишь... Я сурной ходил по домам. С тем, что ты приходишь к этим пожилым людям, а там, значит, была только «Единая Россия». Там не было людей, там были названия партий. И они спрашивали, где здесь за Путина ставить. Хотя он еще только был премьер, и еще недолго был премьер. И мне тогда даже социологи рассказывали, что вот опросы показывают, что вот могут быть разные свойства у кандидата, да, там пол, возраст, там достаток, какие-то интересы политические. Из всех возможных свойств есть одно, которое делает человека самым привлекательным для широкого электората. Это то, является ли он сейчас в Кремле. Является ли он сейчас, как бы соприкасается ли он сейчас в власти. Олицетворяет. Да, и вчера мне очень понравилось такое лингвистическое наблюдение. Очень многие люди, они приходили на участок и спрашивали, за кого сегодня голосуем. Это не смысл, за Путина ли или за Зюганова, а это другая конструкция лингвистическая. Мы голосуем сегодня за президента и за муниципальные депутаты. За президента. Это такой день ритуального какой-то поддержки, соприкосновения с властью. Я могу немножко долго развивать эту мысль. Поэтому, может быть, и было вот это вот, выборы Владимира Путина. Знаете, мне хотелось бы сказать про муниципальные выборы. Продолжая, то, что сказал Илья, вообще замечательно, что было время, когда люди не знали название этой партии. Вы представляете, как даже уже и не знали. А ведь сейчас не знают муниципальных депутатов. Они были совершенно шокированы. Люди не понимали, что нужно, чтобы проверить, но за это вообще никто не смотрит. Но я должна сказать, что вот эта система, конечно, это дикий стресс для членов комиссии. Мы вышли, выползли в 10 минут 9 утра, с нами выползли все члены комиссии. Из ТИК или из участка? Из участка. Мы ездили в ТИК, потом возвращались в участок. И муниципальные выборы уже они в ТИК повезли без нас, но мы забрали протоколы себе и все. Но вот этот вот подсчет, вы же понимаете, что это огромная простыня. А вы были тоже на выборах. Значит, они садятся. И один начинает выкрикивать по фамилиям, у кого там стоят эти плюсы. И вот эту всю полторы тысячи, у нас на участке было две тысячи пилетеней, значит, нужно переложить. А члены комиссии садятся вот так в ряд, засыпая и падая на стол, подпирая себе веки карандашами, значит, они должны стоять кресты. У них расписано по фамилиям, там, у тебя две фамилии, у тебя Иванов Петров, у меня там Шварцен Рабинович и так далее, так далее, да? Вот, не по национальному признаку, это я просто сказала. Вот, значит, они должны там ставить эти кресты. Кому там это ставится? Я понимаю, что человек уже все... А вот интересно, вот после этого... Я считаю, это издевательство, это невозможно сделать. Вы ведь могли бы вы принести предложение, как модернизировать эту систему? Можно это сделать или нет? Наверное, нужно иметь две разные команды, понимаете, одна тогда делает президентские выборы, а, допустим, там в 2 часа ночи или в 3 часа ночи... Их меняют. ...приходят люди, которые свежие головы и считают муниципальные, потому что при всем желании это невозможно сделать нормально, потому что ты засыпая, естественно, ты можешь пропустить. Согласна? Ну, у нас тогда не хватит армии наблюдателей. Я не знаю. Муниципальные выборы, как я начал чувствовать и понимать, чуть ли не важнее, чем президентские. У нас выборы на муниципальные, кого хотели. Это, видимо, понимают только те, которые поучаствовали в этом, наблюдателями, потому что гражданин, который приходит голосовать, для него это вот, ну, просто как какой-то навес. Да, они были, да, я видел возмущенные... Книжка в добавок. Я видел испорченные бюллетени, такой печок, но с надписью «Не представились». Я видел бюллетени, на котором... Я видел бюллетени, на котором... Я видел, у одной фамилии было написано «Дерьмо», и ниже было написано «Других не знаю». Скажите, а когда приходили люди и голосовали по муниципальным выборам, они интересовались, например, у комиссии, кто эти люди? Они все возмущенно спрашивали, во-первых, что это такое, что это за второй бюллетень, что это за муниципальное, что это за варьё такое. Когда я им объяснял, что это такое, в их глазах поселялась прочная ненависть, они смотрели на меня, как на представителя власти, и они меня идентифицировали с этим муниципальным варьём. А это же действительно очень важное место, где пилят деньги. Ну, там не такие уж большие деньги, шалуются сами муниципальные депутаты. Ну, там просто... Ну, не такие большие, как они хотели. Наверное, это хорошая платформа, да, для... Во всяком случае, у нас было то же самое, у нас было несколько парней самого движенцев, одного из них, двоих из них, я знала, от одного из них я была представителем на выборах, да, и люди подходили, говорят, 86-го года, 88-го года... Очень много молодых. О, сволочи, как рано-то они захотели во власти, нет, этих не пустим. Ну, да, своих молодых он не привёл, что очень обидно, да, у него не было шансов, видимо, ему не давали ещё времени для агитации, он не привёл этих 86-го года, которых, на самом деле, полно в этом районе, но их нет, они не пришли начать. Ну, да, нет, вот кто был 86-го, вот человек приходит, но 86-го года депутат, да. Я говорю, что его избиратели не пришли, не пришли. Молодёжь не пришла. Да, да, да. Вы имеете в виду. Да, да, да. И было очень мало. Слушайте, ну... Вы знаете, я не могу сказать мало, но вот люди, которых вот я знала, вот один, двоих я знала, значит, одному не хватило 16 голосов, другому не хватило 20 голосов. А те, кто нужен был управе, вот все пять человек, вот именно они прошли, им хватило. И я понимаю, ещё раз говорю, что когда ты веки подпираешь спичками и карандашами, то ты можешь случайно поставить то, что уже... И наблюдателей сажать уже. Мы тоже были в таком же состоянии, мы тоже уже не могли этим следить. Мы как-то слишком серьёзно относимся вот к этому дню и ночи этого ритуального бросания бумажек, но это же только самый финальный этап выборов, да? Конечно. Выборы – это длинный процесс, и там были огромные нарушения на всех предыдущих стадиях, в частности, на муниципальных. Ну, мало того, сколько завернули, да, сколько отстранили кандидатов, но и у тех, кто был, им же не давали нормально агитировать, срывали их листовки. У меня такой, может быть, подводящий итоги этой ночи вопрос. Судя по комментариям в Фейсбуке, в блогах и так далее, очень много наблюдателей, которые очень активно заняли гражданскую позицию, очень многие говорят, что действительно прошло достаточно честно. Ну, там, с какими-то огрехами и так далее. Вы сами говорите, что практически нереально выполнить все требования закона и при этом нормально работать. Что это дало? Вот, вы все поняли, что прошло достаточно честно. Ну, это дало много чего. Мало кто удивился проценту, который набрал главный принцип. Вот, по крайней мере, для меня это дало очень какое-то важное понимание настроения людей и вообще, что происходит вот в моем районе, где я живу. Смотрите, им надо было 12 лет зачищать полностью площадку, устранять всех политических соперников, полностью занять центральное телевидение, а они смотрят только его. Не существует больше ничего, не существует нас с вами, не существует интернета, существуют только центральные каналы. Надо было их полностью зачистить, им надо было украсть думские выборы, им надо было сделать абсолютно неудумоваримых соперников, чтобы с огромным трудом и всем давлением административным набрать вот эти 43%, которые в нашем случае отначали бы второй тур, который, как говорят, он проиграл бы. У меня создалось очень ясное ощущение, что его власть висит на волоске. У меня было ощущение выполненного долга абсолютно, того, что я осталась честным человеком и думаю, что у всех наблюдателей было то же самое, которое у нас были. Мы все чувствовали себя единой командой. Мы после выборов тут же переругались там, Прохоров, не Прохоров, Явлинский, не Явлинский, там начался базар. Но во время выборов мы работали вместе, хотя мы до этого друг друга не знали. Это было замечательное чувство, что мы делаем общее одно дело. Поздравляем вас с пробуждением гражданского общества. Спасибо вам, в первую очередь, за то, что вы делали вчера весь день и ночь. У нас в студии были наблюдатели, члены комиссии избирательных участковых, Виктория Ивлева, фотограф и журналист Илья Калмановский. Спасибо.